В эфире Бьюти Тайм. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Светская жизнь нашего города этим холодным летом нашла свое отражение в премии ТОП-50 знаменитых людей Челябинской области. Несколько ярких фрагментов препати и, собственно, премии в репортаже Элины Ахмедшиной. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я номинирован в номинации «Медиа». На самом деле, когда я узнал, кто, с кем я номинирован, я понял, что, черт побери, эти эгации как бы тут никак уже. Самый главный мой проект, это вообще проект моей жизни, это команда «Хомконцерт», которая сделала вообще все в моей жизни. Последний год очень был плодотворный, потому что я участвовала в московском конкурсе на ювелирный дизайн, и там мое кольцо получило приз за лучший дизайн. Также выпустила уже полноценные коллекции украшений, которые до этого как бы не совсем, то есть были отдельные украшения, сейчас это уже было в виде коллекции. В этом году мы открыли бьюти-пространство парикмахера, и, наверное, по той причине, что о нем очень многое начали слышать, о нас, о нашей работе, может быть, по этой причине меня номинировали, и для меня это очень ответственно и очень приятно. Наверное, ранее еще никогда юные хипстеры не были номинированы на такое светское мероприятие, поэтому нам очень приятно, за нас было очень много голосов, и не только из Челябинска, а из России в целом. Но у нас вообще очень достойные были конкуренты, и в номинации прекрасная мужская компания, и мы желаем на самом деле всем победы. Еще один аспект, привлекающий внимание к премии со стороны прессы, блогеров и модниц, это дресс-код события. Традиционно это Creative Black Tie, когда торжественно, нарядно и с творческим подходом. Если одни готовятся загодя и пошивают туалеты у лучших дизайнеров, то другие либо его не соблюдают, либо не особо вникают в суть вопроса. Я привык к молодежным мероприятиям, таким, где можно все. А тут как бы и дресс-код и так далее, я вообще, то есть, это какой-то счет. Надо меняться, надо что-то менять. Но вроде я справляюсь. Ну, это однозначно высокая планка по пафосу и градусу, потому что, как минимум, люди, которые всегда ходят в кроссовках и кедах, мы сегодня надели шпильки, и самое главное, ведь задача не упасть. Это очень важно. И для кого не секрет, что мой любимый цвет – это черный. Сегодня я не в черном, благодаря Ольге Маке, которая для меня персонально сшила этот наряд, и сказала, что в этот день я не должна быть обычной для себя, я должна как-то удивить себя самой. Очень много красивых девушек и женщин. Я действительно хожу и любуюсь, рассматриваю всех. И обязательно в своем блоге на YouTube я этой теме «Женщины Челябинска» посвящу прям целый выпуск. На самом деле, очень спонтанно и быстро я выбрала свой наряд, потому что я сегодня прилетела из Италии, я заказывала коллекцию на следующее лето, приехала сегодня с утра и с корабля на бал, что называется. Поэтому просто мой лук – это платье из последней коллекции «Квинсетты». Беспроигрышный вариант. Что бы ни говорили об этой премии, несомненно, получить ее для многих престижно. Ведь ее герои не только хорошо потрудились, но и смогли привлечь внимание общественности к своему делу. Несколько веков и даже тысячелетия назад украшения носили характер оберега. Они защищали человека от негативной энергии и придавали силы. А как сегодня интерпретируют древнейшие знаки современные дизайнеры ювелирных украшений, смотрите прямо сейчас. Она не скрывает свою любовь к камням, она ей с удовольствием делится. Сегодня Вика Спиридонова-Гинсбург живет во Франции. Занимаясь созданием авторских украшений из драгоценных и полудрагоценных минералов периодически возвращается в родной Челябинск, чтобы представить свои новые работы. Это солнце Майя. Он символизирует женственность, силу воли, силу характера. И очень многие женщины с древних времен именно носили вот такой дизайн. Это лунница. Это вообще славянский древний амулет. То есть до 12 века его носили во всех нарядах женщины. Они носили на голове, носили здесь, носили на поясах. И когда девочка рождалась, то ей дарили вот такой амулет. Этому амулету покровительствует богиня красоты Макоша. Я знаю, что такой амулет, например, очень многим пришелся по душе. Луна и звезда. Он тоже очень всем нравится, потому что звезда – это вообще древний символ, который люди верили, что если они носят что-то с неба, значит, это все сбудется. Да, и вот я читала очень много про звезду, мне интересно. Ну а луна всегда символизировала вот это, как и в луннице, красоту, плодородие. Это тибетская варжа, похожа на колесо. Колесо – это вот как раз круг, который замыкается, и в тибетских поверьях. Именно своими мыслями и желаниями ты можешь его наставить крутиться, исполнять желания. Скоробей символизирует во многих вообще культурах. Владельцу скоробея подвластно все. То есть он исполняет желания. Символизм украшений присутствует не только в древних знаках и амулетах, но и камнях, которые также происходят из разных уголков планеты и обладают особой энергетикой. Камней много, я их все люблю, самую любимую. Это, наверное, гранат. Это гранат. Это бирюза, потому что бирюзу я люблю и с серебром. И вот она, вот, пожалуйста, даже здесь представлена. Она и с серебром, и с золотом, и с вулканическими агатами. И, наверное, аметист. Есть два, да, два типа категории людей. Есть, которые спонтанно. Ой, мне очень нравится, мне это подойдет ко всему. То есть, действительно, это же прежде всего аксессуар, который нужно носить. А многие прям месяцами изучают камни, изучают амулеты, приходят и точно уже знают, что хотят. Мне, наверное, и первая и вторая категория близко. Первая категория, потому что я сама как бы работала в моде. Мне тоже вот иногда спонтанные вот эти вещи по цвету, по фактуре, мне нравятся. Этой весной работы Вики и Гинсбург заинтересовали самого принца Монако. На ежегодной выставке суперкаров и предметов роскоши Топ-Марк, которые традиционно проходят в Монте-Карло. Принц Альберто надолго задержался около стенда магических аксессуаров. Он посещает, но из 60 стендов, которые присутствуют там, выбирается 10 каждый год. Ну и вот выбрали наш, я, чем я была, да, очень рада, десятку. Причем мы как бы были третьими, кого он посетил, а потом ему позвонили, и он улетел. Ну, ему очень понравилось, он все трогал, смотрел даже камни, мне кажется, нравится всем даже мужчина. Он спрашивал, откуда, он знал, как бы, видимо, его заранее формировали. Сказал, спрашивал, откуда камни, откуда это ты берешь, откуда это, какие амулеты. Ему очень понравился вот этот вот амулет, это, кстати, один из новых наших амулетов, да, и солнце мая ему очень понравилось. Так что, а потом все спрашивали на выставке, что он гладил, что он трогал. Кстати, все эти, все эти были куплены, украшения, которые он трогал. Судя по всему, защитные обереги, блеск металла и невероятный природный окрас камней и в наши дни привлекают своими удивительными свойствами. И что интересно, они становятся близкими и понятными людям, живущим в разных странах и говорящим на разных языках. Скоро в «Бьюти Тайм» проект «Мое новое тело». Об идеальной фигуре мы говорим с точки зрения генетики, эндокринологии и косметологии. С практической точки зрения важно, конечно, знать гены, но еще важнее уметь управлять гены. На основе генетических исследований специалисты подбирают индивидуальную специальную программу, которая позволяет наиболее эффективно допустить процессы выделения и детоксикации в организме. Смысл всех этих анализов заключается в том, что не только в том, чтобы сказать, есть ли у человека риск ожирения или нет. Я не думаю, что он будет очень рад услышать о том, что у него есть риск ожирения. Он хочет знать, как этого избежать. Три точки зрения на детоксикацию организма в проекте «Мое новое тело». Империал фэшн. Собираем безупречный гардероб, женственные платья и ультрамодный спортшик. Самая модная обувь и аксессуары итальянских дизайнеров. Империал фэшн. Из Италии с любовью. ТРК Фокус. Третий этаж. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Мамма пластика. Пересадка волос. Блефоропластика. Липосакция. Ринопластика. Лазерное омоложение. «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Телефон 211-23-23. Информационный портал «Моя новая жизнь.рф». В кинотеатрах «Киномакс» все фильмы за 99 рублей до 11 утра. Подарки к началу лета от «Тессуры». Скидка 10% на все. Только две недели. Салон ткани «Тессура» на Тимирязево, 26. Поскольку наступление лета в этом году на неопределенный срок откладывается, приходится пересматривать и свой сезонный гардероб. Несколько стильных луков и актуальных во всех смыслах – далее в выпуске. Романтический стиль призван напомнить девушке про ее нежность и утонченность данные природой. А что, как ни платье, отражает все эти красивые качества. Пожалуй, самым изысканным вариантом в коллекциях «Весна-лето-2017» признаны модели из кружево-пудрового цвета. В этом же направлении работают любые цветочные принты, а также вышивки и аппликации. Перфорированное платье из хлопка ассоциируется с курортной тематикой, но в темно-синим варианте будет уместно и в городских условиях. Если черное кружево – символ соблазна, светлые нежности и романтики, то в ярком варианте это определенно смелость, ну или как минимум желание быть в тренде. Другими словами, идей на тему женственности у дизайнеров предостаточно. А значит и моделей платьев в новых коллекциях тоже невероятно много. Это «Бьюти Тайм» – программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Современная косметология настолько далеко шагнула вперед, что мы, простые обыватели, не всегда за ней поспеваем. Это отставание, в свою очередь, рождает много мифов и домыслов. Некоторые из них мы постараемся развеять, и поможет нам в этом врач-косметолог Татьяна Николаевна Евсеева. Очень много специалистов, которые работают по определенным правилам, например, да, кто-то любит аппаратные методики, кто-то любит лазерные методики, кто-то на инъекционных методиках. Пациент себе выбирает того доктора, которому ему больше всего понравился. Понравилась консультация, понравилось, ну, местоположение, да, грубо говоря. Понравилось то, что доктор максимально рассказал о своей работе, показал какие-то фотографии о своих пройденных работах, да, для сравнения. Пока противники инъекционных методик жарко спорят о них в соцсетях, число поклонниц всевозможных уколов красоты растет день ото дня. Тем, кто еще не нашел своего доктора, стоит быть внимательным и даже подозрительным. Ну, вы должны знать, в первую очередь, куда вы пришли, в какой центр, медицинский центр. Имеет ли он лицензированные методики, имеет ли лицензированные препараты, сертификаты соответствия. Это очень-очень важно сейчас, потому что на рынке очень много тех препаратов, которые не сертифицированные у нас в стране, которые завозятся легально. После каждой процедуры вам доктор всегда обязан выдать сертификат соответствия. И сертификат, где будет указано наличие информированное согласие, где будет указано, какой препарат доктор использовал, в каких количествах зоны введения его, поставить свою роспись, дату выполнения данной процедуры. И чтобы вы обязательно расписались, чтобы вы были согласны данную процедуру. Поэтому это защищает вас от различных каких-то последствий. В ситуации, когда возможности косметологии такие широкие, это порождает и различного рода злоупотребление. Если пациент хочет пухлые губы, например, как у глянцевых девушек из журналов, ну, желание пациента в любом случае всегда в приоритете, да, у нас. И поэтому я максимально всегда говорю, как будет, как будет, как должно быть, не испортите ли вы свое лицо, да, теми же самыми большими надутыми губами при избыточном количестве гиалуроновой кислоты. Сейчас пациенты стремятся к тому, чтобы все-таки быть более естественным. Каждый стремится подчеркнуть свою индивидуальность, свое превосходство и выделить какие-то определенные черты. Еще одна предмета правильного врача-косметолога – его готовность сотрудничать с коллегами других специальностей. Косметологи сейчас, врачи, очень много акцент делают на различные комбинации с другими врачами. Сотрудничают не только с пластическими хирургами, там, гинекологами, сосудистыми хирургами, для того, чтобы максимально пациент был доволен, и это было безопасно и не навредило ему в качестве здоровья, потому что есть очень много противопоказаний к тем же самым индиционным методикам. В наши дни есть все, ну или почти все, для того, чтобы выглядеть моложе своих лет. Главное помнить, что косметология – это направление медицины, а в этой сфере не бывает все легко и просто. Субтитры создавал DimaTorzok Общеобразовательная школа «Пеликан» объявляет набор учащихся с 1 по 11 класс. За 18 лет работы мы собрали коллектив опытных и преданных своей профессии учителей. Подробнее о школе на сайте pelikan74.com Запись на экскурсии по телефонам 264-6109-214-59-99 Все тренды лета в коллекциях Penny Black от Max Mara Fashion Group Это Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все выпуски Beauty Time, новости и анонсы модных событий всегда можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на нашем YouTube-канале Beauty Time. А на этом выпуск завершен. До встречи! Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику 211 50 30. Стилисты проекта «Модный дом. Я. Имидж-студия Елены Ивановой». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok